Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня о главном. Интервью с президентом Республики Западной Армении Арменаком Абраамяном. Состоялось заседание парламента Западной Армении. Планируются масштабные работы в Мартуни, в Арцахе, представляет мэр. Возможности экспорта электроэнергии из Армении в Иран увеличивается, заместитель министра. Иностранные войска полностью выведены из Ирака. Старейшая армянская ежедневная газета «Жамонак», издающаяся в Константинополе, предупреждает, что ей грозит закрытие. Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось в Google. ВАПУ требует убрать на армянские названия населенных пунктов Арцаха. Министерство образования и науки Республики Армения будет популяризировать культурное наследие Армении с помощью книг, переведенных на иностранные языки. Президент Западной Армении Арменак Абраамя в специальном интервью телеканалу «Западная Армения» рассказал об актуальных региональных событиях, которые имеют прямое отношение как к Западной, так и к Восточной Армении. Он проанализировал ситуацию, дал четкие оценки, сохранив видение Западной Армении, чтобы вывести страну из сложной правовой ситуации. Он упомянул встречи с участием премьер-министра Республики Армения в Брюсселе и коснулся роли Франции в трехсторонних встречах. 22 декабря состоялось очередное заседание парламента Западной Армении, которое провел председатель парламента Леонардо Басмаджан. В заседание также приняли участие новые депутаты из разных стран, избранные 18 декабря 2021 года. В ходе онлайн-заседания выступил также президент Западной Армении Арменак Абраамян. На онлайн-заседании Национального собрания обсуждались различные вопросы пленарного заседания 18 декабря, предложения комитетов, а также работа, проделанная группами с формированными комитетами. В результате войны было повреждено 1100 частных домов и квартир. Поврежденные дома и постройки были осмотрены и переданы в администрацию. Осуществлялся надзор за восстановлением и благоустройством домов в поселке. Ремонтные работы проведены в 400 частных домах и квартирах. Были организованы субботники. Помимо четырех строящихся пятиэтажных жилых домов в городе, в районе Арцах планируется построить два четырех- или пятиэтажных дома, сказал мэр Мартуни Азнавур Сагьян. Новая тепловая электростанция, открытая в Ереване в конце ноября, расширит возможности экспорта электроэнергии в Иран. Об этом сообщил заместитель министра территориального управления Акоп Варданян. Технически новый тепловой энергоблок ТЭЦ может поставлять электроэнергию в Иран вместе с существующим энергоблоком. Как отметил замминистра, Иран поставляет газ в Армению, который эксплуатирует ереванский ТЭЦ, частично и другие ТЭЦ. Говоря о строительстве международных линий электропередачи, Варданян отметил, что линия Иран-Армения будет готова к концу 2023 года. Что касается строительства новой линии Армению-Грузию, то ее первый этап уже завершен. Новые линии позволят Армении не только экспортировать большие объемы электроэнергии в Иран и Грузию, но и передавать ее транзитам. Международная коалиция под руководством США завершила вывод войск из Ирака, но сохранила военное консультативное присутствие. Об этом сообщил представитель Генштаба Вооруженных сил Ирака генерал-майор Тахсин Аль-Хафаджи. Вывод был успешным, сказал он, отметив, что оставшиеся военные советники помогут бороться с терроризмом. 5 января иракский парламент принял резолюцию, призывающую к выводу всех иностранных сил из страны. Самая старая армянская ежедневная газета «Жамонак», издающаяся в Константинополе, отметила свое 114-летие грустной редакционной статьей. Газета предупреждает, что находится в тяжелом финансовом положении и под угрозой закрытия. За последний год ресурсы газеты истощились, отделы и редакции не спешили высказывать свои опасения. Но теперь им приходится обращаться за помощью. Ситуация ужасная. Углубляющийся экономический кризис в Турции, а также снижение интереса к печатным СМИ, негативно сказались на деятельности газеты. Независимость – важнейший принцип периодического издания журнала, освещающего ключевые эпизоды жизни армян, проживающих в оккупированной Западной Армении более века, и ключевые события Республики Армения. По словам Араго Чунянок, редактора в четвертом поколении стамбульского журнала «Жамонак», хотя печатные СМИ теряют свое значение, объективная и точная информация всегда будет востребована. Редактор надеется, что «Жамонак» продолжит свою миссию веками. Министерство иностранных дел Азербайджана официально обратилось в Google с просьбой отказаться от использования армянских названий территорий, находящихся под контролем Баку после 44-дневной войны, сообщил глава пресс-службы МИД Лейла Абдулаева. Как сообщает РИА Новости, в приложении Google Maps названия районов и городов Арцаха, контролируемых Азербайджаном, в настоящее время перечислены на азербайджанском и армянском языках. Западная Армения, выступая против подобных действий, хочет подчеркнуть, что Азербайджан неоднократно нарушал международное право. Эта страна еще раз доказывает свою оккупационную политику и политику геноцида по отношению к Арцаху, армянскому народу в целом. Будем надеяться, что справедливость восторжествует, и армянские названия Арцаха в приложении Google Maps останутся неизменными. Соответствующее письмо в Google направит МИД Западной Армении. Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения реализует новую программу в области издательского дела с целью распространения культурного наследия Армении в мире путем перевода культурного содержания на иностранные языки. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Республики Армения Араха Змалян. «Мы должны распространять наш культурный контент на иностранных языках. Мы должны уделять больше внимания литературе на иностранном языке», – сказал он. Добавив, что у них также есть приоритеты в пропаганде, инвентаризации и предоставлению миру ценностей, перешедших под контроль Азербайджана после 44-дневной войны. Они также планируют популяризировать наследие великих армянских композиторов и издавать о них альбомы. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром. Субтитры создавал DimaTorzok